уже хотят они на украину поставить кассетные бомбы кассетные запрещенные бомбы не только кассетные бомбы а и ракеты атакам с дальнего действия это пострашнее чем хаймерсы и storm shadow которые были до этого истребители f-16 я напомню как все начиналось чего начиналось кассочки бронежилеты что там сухпайки какие-то шприцы медицинские наборы и мы же говорили что дальше будет так и сейчас я говорю и на этом не закончится они же как делают вот они поставляют что-то и смотрят а вдруг этого хватит вдруг обойдемся малыми денежками нет не хватает мы все это перемалываем все это как выяснилось горит как великую отечественную горели немецкие танки так и сейчас они прекрасно слава тебе господи горят ну тогда давайте еще чуть посильнее помощнее а вдруг этого хватит посильнее помощнее не хватает и дальше будет больше больше и больше и мы увидим и подводные лодки и истребители и я вас уверяю мы увидим там натовские войска как они сейчас потихонечку стали говорить военные миссии не будет никаких военных миссий будут самые настоящие войска и они не остановятся пока они не столкнутся с прямой неминуемой угрозой уничтожения своих городов им наплевать на наши города им наплевать на украинские города пока они не увидят горящим условный биг-бен понимаете или я не знаю эйфелеву башню или национальную галерею в вашингтоне не не увидит горящими даже неправильно они я сказала а поймут что завтра она будет гореть они не успокоятся поэтому кончится только этим мы можем сколько угодно их контрнаступление отражать кстати огромное уважение и восхищение нашим бойцам и их руководителям которые подготовились к этому контрнаступлению так что ну смотрите сколько дней она уже идет сколько недели она уже уйдет а мы его слава богу успешно отражаем а мы ведь отражаем не контрнаступление украины какая украина только идиоты уже непонятно что мы отражаем контрнаступление всего западного мира мы впервые в своей истории воюем одни против всего западного мира даже великую отечественную мы воевали вместе по одну сторону баррикад с величайшими экономиками величайшими державами тогдашнего мира великобритании соединенными штатами а теперь мы воюем с ними со всеми вместе взятыми и смотрите успешно пока слава богу отражаем это контрнаступление низкий поклон конечно всем кто в этом участвовал под гостовки к тому что происходит сейчас но они это так не оставят они будут накачивать их тем что нужно для того чтобы прорвать нашу линию обороны но не получается украинцев так как рассчитывали их кураторы вот с этим с этим с этим инструментарием значит инструментарий будет еще жестче еще мощнее и так пока мы не будем вынуждены просто в какой-то момент объявить ультиматум и сказать что друзья мои это никакая уже не специальная военная операция это настоящая полноценная война нато с нами неважно объявленная она или не объявленная от того что она не объявленная что-то меняется что ли кому-то легче или кому-то тяжелее вот посмотрите вы столько туда поставили вот столько-то там ваших людей вот только-то инструкторов столько-то военнослужащих мы воюем непосредственно с вами а значит мы и объявляем что это больше не специальная военная операция на юго-восточной украине а это война с нато со всеми вытекающими последствиями мы оставляем за собой право предпринимать те шаги которые предпринимает воюющая сторона по отношению к другой стороне воюющий с ней ну уж дальше дорисовывайте сами я чем дальше тем больше не вижу другого выхода не значит я этого хочу я просто не понимаю а как может быть по-другому я вот вас хотел спросить кстати вы же люди все образованные интересующиеся политикой раз вы смотрите мою программу значит вам это все интересно напишите в комментариях как вы считаете чем это кончится чем это кончится переговоры ну если вы так считаете пишите я вот в это не верю я знаете я на этой неделе подумал как можно вести переговоры с человеком который в зависимости от политической конъюнктуры внимание меняет свое мнение о том когда родился Иисус Христос ну нормально то есть человек всю жизнь сколько лет то ему там ну наверное как мне да за сорок и все все эти годы он считал что Иисус Христос родился в ночь шестого на седьмой января а теперь он считает что он родился 25 декабря почему потому что так считают в Германии чувак пора завязывать Украина с видимым удовольствием присоединяется к этому коллективному безумию которое охватило ту часть мира а безумие бывает коллективным спросите у любого опытного психиатра так случается в истории так бывало не раз вот Швеции с разрешения полиции в праздник в главный исламский праздник Курбан Байрам на площади сожгли Коран заняться то больше нечем осталось только все Кораны сжечь и будет мир покой свобода и процветание покажите как вот это все происходило кто-то вменяемый из тех кто еще остается в Швеции не хотел дать сжечь Коран который вообще непонятно зачем сжечь как бы не относиться к любой религии я имею ввиду относишься ты к исламу и находишься являешься частью этой религии мусульманин ты или нет христианин ты ист-агностик ну зачем это делать просто вот объясните в чем идея человек хотел помешать посмотреть что произошло с человеком и дальше все они заявляют что сожжение Корана надо же это как-то мотивировать как-то объяснить на хрена это делать вот как они объясняют что это часть свободы демократии и это акция в поддержку свободы и демократии и каждый имеет право да так думать ну вот это вот их старая мантра что каждый свободен высказывать любые свои мнения в том числе касательно религии в том числе если это мнение кого-то обижают оскорбляют старая старая такая тема послушайте что они про это все говорят мы также видели протесты против Турции и НАТО в Швеции все это мне не нравится но я защищаю право людей быть несогласными это свобода самовыражения а вот маленькая такая заковыка старая эта тема вступает в противоречие с новой темой и чё с этим делать непонятно хорошо согласимся сжигать Коран им можно то есть они считают что им можно потому что так они празднуют свободу и демократию невзирая на то что это оскорбляет огромное количество людей приносит им боль и они просто не могут с этим жить у нас замечу это как отметил Путин уголовное преступление а давайте кстати покажем как Путин сказал мы знаем что в других странах поступают иначе не уважают религиозные чувства людей еще говорят что это не преступление в нашей стране это преступление и по конституции и по 282 статье уголовного кодекса российской федерации это преступление да у нас уголовное преступление а у них нет и можно потому что у них свободы демократии у нас это очевидно нет а почему тогда нельзя обижать чувства трансгендеров в той же самой Швеции и в том же самом западном мире где можно вот таким зверским образом обижать чувства миллионов сотен миллионов людей мусульман а чувство не такой пока еще хотя она очень растет под воздействием всей этой пропаганды группы людей танцгендеров 90 процентов из которых очевидно просто ну то что мы называем фрики никакие не медицинские изначально по здоровью ну ущемленные скажем так природой здоровьем люди такое тоже случается но мы же видим что происходит мы же понимаем что значительная часть это просто люди которые привлекают внимание и фрики вот их обижать нельзя мусульман можно столетиями существующая религия а вот этот новый волк их нельзя их нельзя до такой степени что они теперь призывают девочки внимание вагину называть как бонусной дыркой бонусной дыркой бонусной дыркой я еще раз повторю потому что называть женскую вагину женской вагиной не жечь коран то есть не устраивать хулиганскую акцию на улице а просто называть вещи своими именами это оскорбительно обидно для трансгендеров этого делать больше нельзя а устраивать хулиганскую акцию ненужную не являющиеся какой-то традицией это можно несмотря на то что обижает и оскорбляет потому что таким образом мы празднуем свободу слова вы или крест снимите или трусы наденьте одно из двух и прикол ведь в том что они же сами понимают что это бред ну лидеры их сами понимают что это бред ну люди же росли мы же росли в одинаковом более-менее мире с ними да еще 20 лет назад еще 10 лет назад еще 5 лет назад не было же этого трэша не было никаких бонусных дырок они же только-только начались ну сложно же всерьез поверить в какую-то религию которая началась вчера и которая к тому же обладает всеми чертами они буйного помешательства они не верят в это посмотрите что про это говорит сам Сунак в тот же период времени как вы могли заметить Эд Дэйви был очень занят как и я вы наверное могли заметить как он пытался убедить всех что у женщин явно есть пенисы я думал об этом всем известно что я большой поклонник идеи что все должны изучать математику до 18 лет но оказывается нам надо сосредоточить свое внимание на изучение биологии до 18 лет и про Сунака не могу не показать шикарный ролик о котором отписались все более или менее значительные по крайней мере известные мне англоязычные СМИ давайте покажем подборку что они писали про этот ролик ай-яй-яй-яй-яй все пропало самые изощренные дипфейки стирает грань между реальностью и вымыслом последний ход Москвы наносит по ней удар кувалдой видео созданное с помощью хитроумной работы искусственного интеллекта быстро разошлось по соцсетям диппредставительств Кремля дипфейк видео в котором высмеиваются как санкции против России так и западные лидеры а вот и сам ролик наслаждайтесь кто его сделал не скажу догадайтесь сами о го аппарат о го о го о го о го о го о го в эфире и прикрыл как разошлись Да, и в конце давайте закончим про историю с Вагнером, которая потрясла, конечно. Всю страну и лично меня, и, поверьте мне, президента. Это я точно знаю. Много остается неотвеченных вопросов. На эти вопросы ищет ответы и президент тоже. Как такое могло случиться? Как это упустили люди, которые должны отвечать за присмотр, что ли, за гражданами, обладающими такими огромными возможностями, военными возможностями? Как случилось, что дошли до Ростова и все остальное? Сейчас тут огромные разбирательства, большие разбирательства, поверьте мне, на всех уровнях и с большим количеством людей, о которых я, к сожалению, не могу говорить. Бывают такие вещи, о которых говорить нельзя. И плюс идет смена многих систем, алгоритмов, которые существовали. Меняются рычаги, рычаги и предохранители, чтобы так не могло случиться еще раз. Но поскольку случилось, мы должны констатировать, что во многих сферах существовал, безусловно, бардак. Но сказав это, я скажу, что все-таки бардак лучше, чем кровавая баня. Понимаете? Бардак не очень хорошо, совсем не хорошо, но лучше, чем кровавая баня. И закончить с темой о том, какая это могла быть кровавая баня, и чего бы мы избежали, я хочу словами бойца, на который я наткнулась просто в интернете, я никогда не смогла бы сказать лучше. Просто очень круто. Я передаю ему привет, я передаю ему низкий поклон, я желаю ему здоровья, радости, если в чем-то нужна помощь ему, его семье, его близким. Свяжитесь со мной, пожалуйста. Комментарии можно оставлять в моих каналах Маргарита Симоньян из дома и в моих каналах Маргарита Симоньян литература и история. Здесь можно оставлять комментарии. В общем, я хочу чем-то помочь, если я могу помочь. А все остальные просто послушайте этого парня. Привет всем. У меня такое сейчас обращение к чуваку Вагнер, ко всем, от рядового до командира. Пацаны, чего вам не живется-то? Чего вам не хватает? Чего вы там начинаете бучу наводить? Пока мы здесь находимся на Запорожье, под Орехово, и рубимся с хохлами, пока погибают наши пацаны, может быть, даже и твой сосед, вдруг и одноклассник, ты решил там, в Ростове, устроить бучу, да? Показать свои яйца какие-то, да? Покажи здесь свои яйца. Приезжай, помоги нам. Здесь пацаны погибают каждый день. Каждый божий день. И сегодня товарищ Пригожин говорит, что каждый, кто встанет на нашем пути, будет убит. Ты меня убьешь. Ты против меня поднимешь оружие. Автомат. Мой автомат сейчас находится стволом вниз. Он на предохранителе. И я не хочу его поднимать, брат, против тебя. Давай, ты этого делать не будешь. Имей немножко хоть совести, чести и достоинства. Хочешь помочь России? Хочешь помочь своим? Русским, дагестанцам, чеченцам, чуашам, татарам, всем, всем пацанам, которые здесь находятся на Запорожье, приезжай сюда и помоги. Там, в Ростове, тебе никто не ответит. Может быть, там какие-то подразделения Росгвардии, там еще что-то, полиции и так далее. Но все мужчины сейчас находятся здесь. Здесь они погибают. Здесь они получают ранения. Здесь они рубятся в кровь просто-напросто. До последнего. И когда сегодня утром наши пацаны проснулись, обычно они просыпаются от контрнаступа хохлов, сегодня они проснулись от контрнаступа своих, вагнеров. И знаете что, парни, ни разу, ни на этом канале, ни я лично, никто из нашего полка против вас слова никогда не сказал. Есть претензии у Пригоджина к Шойгу? Пускай они по-мужски разбираются. Нам-то с тобой, солдат, что делить? Только если хлеб и пайку в одном оккупе. Давай, брат, приезжай сюда, помогай нам. Нам нужна твоя помощь сегодня. Для России, для Отечества, для Родины. Ты не нужен в Ростове. Ты нужен здесь, под Орехово. Честь имею. Вагнер закрыл свою Пригожину, я имею в виду, закрыл вагнеровскую медиаимперию, которая была очень успешной, кстати. И вообще медийку они умели... Отлично. Я небольшой военный специалист, тут мне сложно сказать, да. Но то, как они занимались медийкой, это было суперпрофессионально. И по пиару просто одни из лучших в стране, безусловно. Поэтому я хочу сказать ребятам, если кто остался без работы и хочет переходить к нам, переходите. Мы с удовольствием возьмём ребят, которые работали. Мы знаем вас как профессиональных наших коллег и вообще больших молодцев и молодцов. Да, и в конце, как обычно, вопрос. Вопросы, которые я сдаю в своём канале Маргарита Симоньян. Литература и история. И тем, кто первым ответил правильно, дарю призы книжке подписанной. Вопрос такой. Граф Марков послал первому консулу Бонапарта зернистой икры. Но консул не смог её оценить, поскольку его повар сделал с ней именно это. Что он с ней сделал?